Вопрос. Разрешено ли вдавать в долг драгоценные камни? Почему произошел вопрос? Вопрос произошел по причине того, что есть ли подобие драгоценным камням. То есть, если я тебе вдал, допустим, какой-то камень рубиновый, можешь ли ты отдать мне такой же камень, похожий ему? Часто бывает так, что у драгоценных камней нет подобия. В этом вопросе два мнения у ханбалитов и шафиитов. То, что относительно драгоценных камней нельзя давать или брать в долг. Потому что кард, то есть понятие долг, несет за собой необходимость возврата подобия. А у этого, говорит, подобие нет. Говорит Ассани второе мнение. То, что это разрешено. И в этом случае взявший в долг отдаст цену за этот товар. Не сам этот, не подобие этому товару, не подобие этому драгоценному камню, но его цену. Говорит, потому что то, у чего нет подобия, отдается чем его ценой. Говорит. А Джавахир, то есть драгоценные камни, обладают ценностью так же, как другие предметы. И правильное мнение в этом вопросе, мнение второе о том, что разрешено давать драгоценные камни в долг.